Мы находимся на высоте 4000 метров. Здесь работает рудник Кумтор, на котором ежегодно добывается до 16 тонн золота. Несколько десятилетий руководители предприятия совершенно не думали об экологических последствиях работы этого предприятия. И вот результат. Ледник Давыдов ускорил таяние. Золотоносное месторождение Кумтор было открыто еще советскими геологами в 1978 году. Но в СССР власть не решила сначать добычу золота. Решающим аргументом против разработки рудника стал именно негативный прогноз серьезных экологических проблем, которые могло спровоцировать освоение Кумтора. Это решение было принято в те самые годы, когда граждане СССР зачитывали с романом «Плаха», написанным знаменитым киргизским писателем Чингизом Айтматовым. Принимавших решение, возможно, напугало пророчество писателя о том, как природа мстит человеку за варварское к себе отношение. Но после распада СССР, когда Кыргызстан провозгласил независимость, стандарты отношения к природе в стране кардинально изменились. В 1992 году Кыргызстан передал месторождение Кумтор канадской компании. Формулировки концессионного соглашения были таковы, что пошли слухи о коррупционной заинтересованности высших руководителей страны. Но бумаги уже были подписаны. Разработка месторождения началась. Самое обидное, что в эту коррупционную схему были вовлечены с самого начала наш первый президент Кыргызстана, господин Акаев, позже Бакиев, и даже Атамбаев, предпоследний президент. Из каждой тонны руды на Кумторе добывают несколько грамм золота. За годы работы рудника отработано уже больше миллиарда тонн руды. Предполагалось, что отвалы пустой породы будут вывозить за несколько километров от рудника. Но канадские менеджеры посчитали, что вывозить дорого. И приняли решение сваливать отработанную руду у подножия ледника. Здесь выросла целая гора отработанной породы. Порядка миллиарда тонн. Таяние ледников ускорилось. С 1998 по 2013 годы лед начал отступать на 30 метров в год. При том, что другие ледники Тяньшаня, уменьшающиеся в результате глобального потепления, тают в три раза медленнее. Отношение именно к природе, к экологии, оно просто шокирующее на самом деле. И для меня, для тоже канадского лицензированного инженера, это нарушение, очень грубое нарушение кода этики, профессиональной этики. Так, хищнически уничтожать колоссальные запасы воды, питьевой воды чистящей на планете, которая аккумулирована в наших ледниках. За такой короткий промежуток времени, это, конечно, экоцидом можно назвать. С самого начала освоения рудника Кумтор, экологические активисты выступали против варварской добычи золота. Самые масштабные протесты пришлись на 2012 год, когда в столице республики Бишкеки прошли многотысячные митинги. Митинги переросли в уличные столкновения с силовиками. Протест был подавлен. Власть обвинила лидеров протеста депутатов республиканского парламента Садыра Жапарова, Камчебека Ташиева и Таланта Мамытова в попытке захвата власти. Все они были приговорены к тюремным срокам. Осенью 2020 года в Кыргызстане снова начались протестные выступления, которые обернулись тем, что в январе 2021 года бывший политзаключенный Садыр Жапаров был избран президентом Кыргызстана. Таланта Мамытов возглавил парламент страны, а Камчебек Ташиев – Госкомитет национальной безопасности. Это аналог российского ФСБ. И неудивительно, что возобновились расследования, которые оставались без движения многие годы. Неудивительно, что снова заговорили о надвигающейся экологической катастрофе, связанной с разработкой рудника Кумтор. Заключение Государственной комиссии, причем не одной. Наша последняя Государственная комиссия в этом году проработала 4 месяца. Она установила еще раз многие факты, коррупционные схемы, именно хищение материальных средств, завышение операционных затрат и так далее. Но самое еще раз подтвердили о серьезных экологических нарушениях. Все это привело к тому, что сейчас есть. У нас смертельные случаи последние произошли два года назад. Серия намеренных, абсолютно игнорирующих всякие нормы морали, человеческого отношения к природе, к этой республике, к людям, к нашим будущим поколениям. И в этом замешаны семьи всех предыдущих президентов. За годы работы рудника Кумтор 66 рабочих стали инвалидами, 19 человек погибли. 1 декабря 2019 года горный мастер Ищенбеков и машинист экскаватора Жунушев остались погребенными при сходе лавины с ледника Давыдов. Их тела до сих пор не найдены. Среди жертв золотодобычи на руднике Кумтор не только рабочие предприятия. В процессе извлечения из руды золото используется цианид, который регулярно завозится на Кумтор. 20 мая 1998 года, около полудня, в 7 километрах от села Барскаун в реку рухнул автомобиль, у которого отказали тормоза. Грузовик перевозил морской контейнер, в котором находились 20 фанерных ящиков. В ящике были упакованы двухслойные пластиковые мешки с брикетами цианистого натрия. Порядка 1700 килограммов цианида попали в реку. Но руководство предприятия и власти страны 12 дней скрывали от людей эту трагедию. Люди продолжали пользоваться водой из реки Барскаун. Поливали растения, поили скот. И лишь на 12-й день началась эвакуация около пяти тысяч жителей села. Улман Байгабылова родилась и выросла в горах Тиньшаня. Работала чабаном. В тот роковой день 20 мая 1998 года она пасла стадо и пригнала животных к реке на водопой. Ополоснулась и сама, а на следующий день ее увезла скорая. Я 10 дней пролежала в больнице под Капельницей. Когда я вернулась, увидела, что в деревню приехали колонны автобусов, которые вывезли моих земляков в пансионаты. В деревне осталось несколько сот человек. Мой сын тоже остался охранять дом. Потом заболел. В 2005 году он умер. А сама я ослепла. Мохаммед Исаков всю жизнь проработал агрономом. У него семеро детей и 26 внуков. Руководство предприятия обманывало власть. А власть обманывала нас. Экология испортилась. В тот год пропал урожай. Резко уменьшилось количество птиц. Но самое страшное произошло позже, когда у десятков молодых женщин произошли выкидыши. А очень многие сделали аборты, потому что врачи предупредили, что могут родиться дети-инвалиды. В тот день я была на Арыке, а вечером меня увезли в больницу. Продолжал 12 дней. При выписке мне дали справку, что я была отравлена цианидом. Многие годы два десятка жителей села Барскун судятся с администрацией родника Кумтор, которая упорно не хотела признавать прямую связь попадания в реку цианида с трагедией жителей села. В этом году начались и другие судебные процессы. В апреле несколько экологических активистов обратили в суд с иском канадской компании о нарушении экологических норм при добыче золота. 7 мая октябрьский райсуд Бишкека удовлетворил иск и обязал канадскую фирму выплатить государству гигантский штраф 261 миллиард сомов. Это около 3 миллиардов долларов. В мае же на предприятие было введено временное внешнее управление. Сегодня временный управляющий рудника Кумтор не исключает вероятность полной остановки добычи золота. Процесс таяния ледников, его, приятно, замедлишь. Движение хотя бы, чтобы остановить, чтобы площадь таяния не распространилась и не ускорилась в целом скорость таяния, всего массива этого. То предприняты меры сейчас и в будущем. Именно по этой причине мы решили перейти к подземной добыче. И стратегически это очень важно. У нас под землей достаточно большие ресурсы, резервы золота. Ну и в целом, чего бы это ни стоило, нам нужно, в крайнем случае, можно золото остановить. Потому что вода намного важнее, чем золото. Это будущее наших потомков, это будущее этой страны, республики. Это будущее планеты, на самом деле. Вода, это ледники, это самый важный, надежный источник питьевой воды. Таких водопадов на Теньшане тысячи. Им десятки, а возможно даже сотни тысяч лет. Но из-за стремительного таяния ледников буквально за 50-60 лет эти водопады могут исчезнуть. Высохнут горные реки. Обмелеет крупнейшая река Средней Азии Свердарья. И тогда десятки миллионов людей останутся без пресной воды. Эрик Муртазин, Орден Аркман, Новая газета из республики Кыргызстан. Новая газета из республики Куриний Продолжение следует...